приветствую друзья приветствую всех красно-белых болельщиков блин только что закончился матч кто его не смотрел может быть я не знаю показываю не показываю по матч-тв смотрел по матч премьеру но кто не смотрел я прям советую посмотреть этот матч блин по эмоции по накалу и вы получите просто очень много положительных эмоций в кроволольных в эмоции не знаю каких но по счету вы сами понимаете там 54 это 31 мы уходим на перерыв и нам забивают три гола там за 10 или там сколько-то 15 минут там свинов короче совсем не в порядке или совсем не в футболе он я не знаю откуда ну короче даже не значит чего начать потому что эмоции еще не схлынули слава богу что победили не знаю почему надежда такая была выпустили практически всех сильных игроков в атаку во втором тайме но начну и так более-менее с первого тайма кстати дебют рябчука мы тоже с немного обсудим блин короче первый тайм вообще понравился как играет молодежь как они быстро перекатывают мяч сама скорость паса она увеличена чем вот как вот в обычные игры мы играем я узнать и даже от иногда сравниваешь это со скоростью как играют в пл очень быстро мяч передвигались фланга на флаг на фланг средние пасы были очень быстро мяч перемещался такой по низу мне очень это понравилось то есть все на больших скоростях нижний новгород скорее всего был не готов к этому поэтому пропустили столько голов но скорее всего еще не за не за эту кстати гатсук самый лучший игрок наверное всего матча не знаю всего или нет но нижнего новгорода это сто процентов хочу поздравить болельщиков нижнего с такой игрой что они четыре мяча забили на спартаку потому что четыре мяча спартак пропускал только с лестером два года назад так что первый тайм очень понравился молодежь очень понравилась классом забил вообще классный гол игнатов там бил и в штангу попадал и медина в штангу попадал но слабое звено нижнего новгорода было также как и у нас слабое звено этого киперы воротчики были вообще не знаю с другой планеты такое ощущение что не футбол вообще не играют не играли не знает как занимает какую-то позицию при каких ударах при угловых при стандартах и вообще куда бежать за мячом вот на них смотришь как будто людей взяли просто с трибуны поставили туда на ворот и они вот стояли я серьезно говорю это что про свиного что про кипера нижнего новгорода но когда наверное расслабленные ребята вышли во втором тайме получили три гола здесь буквально там за 10 минут то естественно тут об аскаль начал переворачивать игру тут сделал множество замен выпустил и мартинса выпустил репчука кстати кстати пытались его выпустить при счете 31 а вышло при счете 34 тоже было конечно прикольно про него чуть-чуть немного поговорим промис вышел банганда вышел блин уже сейчас даже не помню кто еще там вышел пара мартинс я наверно сказал но дело в том что опять холусевич в принципе привез привез и голы привез и пенальти то есть он но он участвовал практически во всех голах ему не везет я узнать начал сравнивать даже с паши маслом помните тот сезон при тдс когда маслов просто привозил масло в делу если если я не ошибаюсь два автогола у него было это как минимум если не три и то есть вот он у то в руку ему попадала то штрафные пробивали через него то от скоки но вот что-то похоже в этом сезоне на холусевича который что-то каждый матч какие-то у него моменты голевые в наши ворота опять же блины не не играл сегодня денисов играл холусевич ящина это посмотрел почему именно он думаю наверное просто теперь он будет сидеть на лавке поэтому вышел холусевич как и все остальные как говорится лавочники но посмотрим как кто будет играть денисов или холусевич но я думаю что денисов просто он в обороне как-то поинтереснее смотрится а репчук давайте перейдем к репчуку ну что это дебютного матч ничего такого он не показал чего бы я хотел скорости он не показал сделал несколько подач поборолся в штрафной в чужой наверху выиграл единоборство хоть там и против него немного как бы его оттянули свалили повалили знаете ничем вообще вот если сравнивать с какими-то крайними защитниками там с денисовым допустим с нашим или с холусевичем ну то есть я вообще не увидел в нем задатков атакующего игрока да то что он перебегает центр поля прибегает к чужой штрафной обыгрывается там зобни нам с промесом и так далее да это все было но то что были хорошие подачи там удары поворотом или просто спринт как он говорит про себя что он любит стартовать просто и бежать к чужой штрафной и делать подачу либо пас этого ничего не было но опять у него было не так много времени это была дебютная игра не буду его там как-то характеризовывать так что плохой игрок или хороший ничего пока я не заметил просто обычный игрок который ну ничего можно сказать не испортил не понравилось мне то что он сфалил на чужой половине поле ну такой тактический фол хотя он был на желтым получил желтую карточку за это время сколько пробыл не понравилось мне то что он просто взял замайкать игрока и остановил там можно не сказать что была какая-то серьезная его контратака на наши ворота но тем не менее вот этого его характерами немного не понравилось ну в принципе может быть он бы и прав на по-своему он игрок ему виднее но что-то за эти несколько минут можно какой-то почерпать о нем информацию что еще сказать ну блин милешин забил в падении да ну он как-то опять на поле мне не очень блин сегодня опять были такие шикарные пасы разрезающие такие вот знаете уже последний пас ассисты можно так сказать что делал медина что промерс что игнатов что бангонда и по первому тайму тоже были такие классные пасы сейчас не вспомним всех фамилий потому что игра была такая быстро так она захватывала я говорю сначала было вообще все радостно потом когда случилось 3-4 было вообще просто пипец блюд но почему ты не покидал надежды того что спартак как минимум сравняет счет потому что игра была просто все 95 минут все на вас вся игра была на высоких скоростях я говорю я вспомнила поел не просто так потому что там выкладывались все дуарты можно сказать не вылазил просто во втором тайме из чужой штрафной постоянные проходы постоянные подключения чернов оставался наверное сзади вам последним был игроком но играли очень очень красиво а баскаль в принципе ставит интересную игру ему просто не хватает а кенфеева на воротах спартака вы уж извините меня за фамилию а кенфеев потому что он конь но тем не менее это лучший вратарь который у нас есть в россии наверное на сегодняшний день тоже вот если бы у нас был такой кипер и не было бы вот это вот косячного холосевича то намного было бы сбалансированная игра намного меньше мы голов бы пропускали а так во всех линиях у нас просто все шикарно игра шикарная еще раз повторяю кто не смотрел я прям советую пересмотреть эмоции получите сто процентов потому что на игра не вяло текущая просто все бегут и бегут голы красивые от нижнего новгорода тоже залетали но я повторюсь что свинов там виноват не в одном не в одном голе вернее виноват во многих голах то есть он мог бы взять два гола как минимум он мог бы взять просто неправильно позицию занимал поэтому я сказал что такое ощущение что вратарей взяли откуда-то с трибуны просто других людей посадили ребята подписываемся следующая игра будет с уралом после игры обязательно разбор будет потому что игра будет интересная мы уже посмотрим на фоне урала как мы выглядим но потом будет вообще зенит и вот тут мне очень будет интересно я думаю всем вам тут мы проверим свои силы насколько силен спартак насколько вы размалевали насколько будет желание победить потому что сегодня желание просто преобладала над знаете над профессионализм каким-то что ли потому что пропустить четыре мяча у себя на поле но это никуда не годится конечно за это нужно ругать бить пить я не знаю что еще сажать на лавку и так далее но начать нужно со свиного из холосевича так все подписывайтесь и всем пока пока всех поздравляю еще раз победы спартака мы на первом месте в группе так что так держать спартак теперь